Мы едем в салон. Едем к нашей любимой Ленуське. Записались убрать недоразумение. Это недочелку, которую Мишель себе сотворила сама. Она уже у нас немного отросла, уже можно что-то с ней будет подмоделировать ее. В общем, перед днем рождения ребенок сказал, надо быть красивой. Леносик нам сегодня поможет. Наша фея. Мама, быстрее проезжай мимо остановки, но тем не менее не превышай, да? Короче говоря, блин, скулбас на встречу и Лера говорит, быстрее проезжай, пока они не остановились, а то ехать нельзя будет, будем стоять. Мама, они иногда на лепопы едаются. Я знаю. Ты сейчас скучаешь по скулбасу? Нет. Нет? Вот. Ну, челенька, я в курсе, все. Ты пристегнулась? Да. Окей. Сегодня такой курьезный случай был, это прикол. Захожу в ландри, я знаю, что мне опять нужно стирать, а я забыла купить средство для стирки и забыла Сашу об этом попросить. Вы представляете, какое мое удивление, когда я захожу с комнат с хапкой белья и думаю, куда я его сейчас сложу, потому что оно явно сразу не постирается. И поднимаю глаза, и стоит две упаковки порошка. Я такая, Ева, откуда? Она говорит, папочка привез, сказал, что мама не сказала, но зато по видео пожаловалась. Я говорю, теперь все, оттуда узнаю только. А я настолько забегалась, я даже забыла ему сказать. Представляете, спасибо тебе, моя любимочка. Он о нас очень заботится, печется. Я тысячу раз могу вспомнить за день, но так и не купить. А папочка наш ничего не забывает. Вот. В общем, сейчас едем стричься, потом нам надо заехать к папе на работу, чтобы он подписал документы кое-какие. Заедем на почту. И там уже дальше по обстоятельствам. Скоро у Мишель день рождения. У нас послезавтра. Скорее всего, завтра будет великий шоппинг. Наша любовь. Ну, я же, как всегда. Я же, как всегда. Ну, я знаю, что ты всегда красивая. Вот даже не предупреждаю. Она сейчас, знаешь, в предвкушении таком. Я говорю, сейчас к папе поедем. Она такая, он же меня не узнает. Скажи, чья это девочка? Девочка. Ну, кажется, доброта. Девочка. Ну, кажется, доброта. Наше производство. Хендмейд. Да, Мишель? Я, говорит, её ещё хочу подрезать. Стоит, не стоит? Я? Ну, ты же мне сказала, надо покороче, а то она уже торчать начала, помнишь? Через два дня ты мне сказал. Ещё Лена на костях была. У меня чёлка в детстве такая была, помнишь? Ай. Помнишь, мам? Я тебя боюсь. Ты себя боишься? Да. Почему? Да. Да счастье, Тленочка, тебе всё расстраивается, будет гуд. Вау! Красотка! Тебе нравится, Мишель? Очень красиво. Папа тебя теперь точно не узнает. Ты папе теперь скажи, папа, мне теперь надо с распущенными ходить. Тётя Лена, скажи, сказала. Такая прическа. Ну да. Ну да. Она как кукла. Ну ты довольна? Лайк тёте Лене поставишь? Да. Вот так. Пять звёзд. Пять звёзд. Люкс. Ну, будем двигать дальше. Головкой только. Ну-ка, махни-ка волосами. Вау! Красотка! Теперь поворачивайся к нам. Вау! Ой, 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 запетляла, запетляла. Шуруй, вперёд! Старбакс! Нет, Старбакс нам не надо. Мы пришли папе за напитком. Давай, Шуруй. Красота! Вообще страшная сила. Мещай нам сюда. Итак, ну, хотела, чтобы не сделать этот ровный срез. Ну ты теперь довольна? Три. О! Три. 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 Нет. С твоими зубами нельзя. Три. Догоняй, Лера. Лера, догоняй. Спасибо. Спасибо. Маленькие сильно. Посмотрим, как здесь. Да, здесь большой. Здесь как в боке, прям, смотри. Он прям очень похож, да? Да. Зашли, посмотрели. Мишельке очень захотелось чок и чиз. И мы, в общем... Зашли, посмотрели. Здесь неплохо. Неплохо, очень уютненько. И не маленькие абсолютно. Нормального размера. Вот, так что... В жизни только один раз. Не хочется, чтобы ребенок днем сидел, бедненький, скучал. В свой собственный день рождения ждал папу с работы. И гостей. И гостей пока придут. Поэтому хочется сделать праздник именно для нее. Именно так, как она хочет. Я спросила Мишельчика, что ты именно хотел бы на свой день рождения? Она мне сказала. Я хотела бы... Хочу быть с вами. И хочу чайки читься. Ну вот, окей. Мы заехали. И здесь, оказывается, возле дома. И очень такой классненький. Да, тепельный он не такого внушительного размера. Он не маленький. И чистенько там. Да, он довольно-таки объемный. И что самое хорошее, это то, что у Мишели в четверг день рождения никого не будет. Никого народу-то не будет с утра. Здесь будет вообще тишина и покой. И они спокойно побесятся. И Макар будет счастлив, потому что Макару не хватает, конечно, энергии. Вернее, энергии, куда девать, мест, куда ее реализовать, у него не хватает. Он дома уже все перевернул, везде поскакал. И уснет пораньше. Он сейчас вообще засранится. Отказывается спать днем. Отказывается днем спать. Уже, наверное, от дневного сна хочет вообще отойти. Но при том, при чем, если мы его все-таки ложим на дневной сон, то вечером он ложится ночером. В два часа, не раньше. По второго. Это вообще... Короче говоря, скорее всего, надо у него уже забирать дневной сон. Потому что он просто-напросто полночи гуляет. После этого. Вот. Как это не происходит? Четвертый, даже маленький такой большой. Уже дневной сон нам не нужен. Уже дневной сон нам не нужен. И до сих пор начальку дайся днем уложить. Так, ну что, на почту едем? Я думаю, мы сначала мещель оставим, а потом на почту. А, да, давай я ставлю мещель, а потом на почту. Вон, смотри. Нашелька, да. А, там на фонарях. На фонарях гнездо большое. Да, здесь огромные есть гнезда на фонарях. Так, что это такое? Вот. Такие вот планы у нас. А папа будет свободен на море? Зай, папа будет свободен, но он будет свободен только вечером. Днем мы будем без папы. Окей? Угу. Угу. Ну, отлично. Ну, отлично. Продолжение следует...